О начинающейся ежегодной декаде памяти жертв Холокоста, катастрофы еврейского народа во Второй мировой войне, говорили сегодня на Авторадио. Представитель научно-просветительского центра Холокост в ЕАО Татьяна Файн напомнила, что вот уже в восьмой раз в России и многих других странах мира пройдет цикл мероприятий, приуроченных к 27 января, дню, когда советские войска в 45-м году освободили концлагерь Освенцим-Аушвиц. В этой традиции, учрежденной ООН, Еврейская автономная область подает определенный пример и по продолжительности периода памятных мероприятий, и по числу участвующих в них структур. На федеральном уровне она называется неделя, у нас декада памяти. В этом году это Российский еврейский конгресс, Федеральное агентство по делам национальностей и научно-просветительный центр Холокост. И, конечно, тут большая роль принадлежит и управлению по внутренней политике, департаментам образования, департаменту культуры и нашим образовательным организациям и учреждениям культуры самым разнообразным. Главные цели декады – дать отпор отрицателям Холокоста, чьи голоса нередко сейчас звучат в общественном пространстве, а также подчеркнуть решающую роль Красной Армии в освобождении мучеников концлагерей и мобилизовать здоровые силы человечества на недопущение повторения подобного ужаса. С этим в ЯО и еще в 79 регионах России пройдут классные часы, лекции, просмотры художественных и документальных фильмов, конкурсы рисунков и сочинений. И вот что важно, в этом году у нас более такое внимательное отношение к праведникам народов мира, к истории праведничества вообще. Количество жертв в годы Холокоста могло быть гораздо больше, чем эти 6 миллионов, если бы не было праведников народов мира, тех людей, которые спасали евреев всеми возможными и невозможными способами и средствами. Татьяна Анатольевна также поделилась приятным известием о выходе двух биробиджанцев, ученика и учителя, в финал всероссийского конкурса «Вечные уроки памяти Холокоста». Их имена назовут 27 января на конференции, которая состоится в Москве. Полная запись эфира с Татьяной Файн на портале reabir.ru. Дмитрий Егерев, Богдан Патрин. Новости 21. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...